Музыка При Амуре накроют сильные ливни и грозы со шквалистым ветром до 20 метров в секунду. Погода испортится в среду и синоптики по случаю объявили в регионе штормовое предупреждение. Амурчан же призывают соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра. Воздержаться от дальних поездок по возможности ограничить пребывание на улице. Рулевым советуют пережидать сильные ливни, паркуясь у обочин. Пешеходам не прятаться от дождя под рекламными щитами, металлическими конструкциями, ветхими крышами. Другие новости обсудим после анонса. Меня зовут Кристина Добровольская. Здравствуйте. На страже речной. Защитников водных рубежей города Форпоста с днем военно-морского флота поздравил мэр областного центра Олег Имамеев. Немой крик ангелов. Благовещенцы почтили память детей Донбасса, погибших 10 лет назад в ходе обстрела его городов украинскими военными. Черное и белое. Опытные и начинающие знатоки интеллектуальных сражений вышли за пределы клеток на международном турнире по шахматам. Размахивал пистолетом и требовал наркотики. В аптеку в центре Благовещенска вломился мужчина и угрожал фармацевту. Случай произошел в аптеке, расположенной в районе Чайковского-Ленина. Кадры с камеры наблюдения опубликовали в социальных сетях. На них видно, как парень вошел в помещение, достал из-за пояса пистолет и направил его на фармацевта. После короткого диалога молодой человек убрал оружие и удалился. По горячим следам налетчика задержали. Им оказался 37-летний горожанин, ранее уже судимый за кражу, уклонение от алиментов, приобретение и хранение наркотиков. При допросе задержанный пояснил, игрушечный пистолет нашел на детской площадке. После нападения на аптеку выбросил. Говорит, не помнит подробностей, возможно, решил поприкалываться. Неизвестные повредили памятник «Мир, жизнь и отечество защитившим» от младшего поколения – старшему. Вопиющий случай вандализма взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Монумент в сквере воинов-интернационалистов пострадал 28 июля. Неустановленные пока личности подожгли искусственные цветы, из-за чего памятник теперь залит горелой пластмассой. По факту повреждения военного мемориала, амурские следователи организовали проверку. Случаем заинтересовался и Александр Бастрыкин. Он запросил доклад в Центральный аппарат СК об обстоятельствах инцидента. Напомним, монумент установили в 2009 году. Его изготовили в Иркутске. Памятник представляет собой руки, которые защищают земной шар. Тянущийся из него росток – это символ жизни. Еще один поджог случился ночью в субботу. В этот раз виновник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Во дворе дома на Чайковского 100 вспыхнула машина. На кадрах видно, как неизвестный мужчина разлил что-то из пакета на капот джипа. И после поджог. Авто загорелось, пламя перекинулось и на соседнюю машину. Пытаясь спасти свою «Тойоту Камри», другой горожанин обжег ноги. Врачи скорой помогли ему на месте. От госпитализации он отказался. Огонь уничтожил переднюю часть и салон одного автомобиля и повредил заднюю часть второй машины. Владелец подал заявление в полицию. По факту ведется проверка. Личность причастного к поджогу авто устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Благовещенцы, которые надеялись обезопасить свои авто от внезапных недоброжелателей, но сделали это незаконно, лишились гаражей. Больше десяти нелегально установленных построек демонтировали в областном центре. Всего в списке городского управления ЖКХ около 400 строений, которые необходимо вывести. За три месяца удалось избавиться от 12. Так, с Северной 151 вывезли один гараж. Пять объектов лишился квартал 346. Два убрали со строителей 109. По одному строению вывезли с участков на Краснофлотской 29, Калинина 102-1 и Дьяченко 2Б. В городской администрации напомнили, вывезти незаконно установленные гаражи собственники могут и самостоятельно, не дожидаясь действий представителей управления ЖКХ. В противном случае имущество придется выкупать с площадки временного хранения. Причем сделать это можно только в течение трех месяцев. После этого срока городское управление ЖКХ передаст документы на объект в Комитет по управлению имуществом. Те, в свою очередь, обратятся в суд, чтобы гараж признали муниципальной собственностью, затем его продадут. Вывозить незаконно установленные гаражи в Благовещенске начали в 2021 году по поручению мэра Олега Ямамеева. За это время город избавился более чем от 600 нелегальных построек. Последнее воскресенье июля традиционно прошло под знаменем Андреевского флага. Свой профессиональный праздник отметили все те, кто стоит на страже морских рубежей России. В Благовещенске, городе Форпосте, боевые дежурства сотрудников пограничного управления проходят по большей части на воде. Торжественный день ВМФ исключением не стал, поэтому поздравления от мэра Олега Ямамеева и зампреда регионального правительства Андрея Дюмина экипажи получали на борту. Почетных гостей с подарками в виде благодарности и наград эти офицеры встречают на рабочем месте. Не имеют возможности покинуть его даже в праздник. Виной тому и служебный долг, и нюансы подшефного водоема, который мало того, что находится на границе, так еще и достаточно оживлен. На Амуре то и дело можно встретить прогулочные теплоходы с туристами из двух стран, судно, перевозящие их из России в Поднебесную и обратно, рыбаков. Каждый из этих встречных притягивает внимание речных дозорных, не обязательно в статусе нарушителя, но и человека, который может оказаться в опасности. В районе Театральный 1, на набережной, где пристань, купались дети, был распаводок, воды было много, и дети прыгали с поручней. Мы на катере раз подошли, их предупредили, что не стоит прыгать, не надо, потому что подводное течение, завихрения есть, которые могут утаскивать людей под воду. Тем более дети маленькие, слабые, справиться с течением им очень тяжело. И вот так вот двое детей распрыгнули, их начало уносить ближе к таможне. Естественно, у нас наблюдатели сразу сработались на набережной вахте, отреагировали быстро, запустили катер и прибыли к ним на помощь. Успешно достали, вручили родителям, так скажем. Отряд пограничных кораблей и катеров стоит на защите государственной границы. Вы не только охраняете наши национальные интересы, но и заботитесь о жизни наших граждан, которые абсолютно случайно или не случайно оказываются в реке Амур и спасаете их жизнь. От имени правительства Амурской области, от себя лично, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. Еще одна сложность работы на Амуре, которую отмечают представители экипажей береговой охраны, сильное отличие нашей реки от морских просторов. Если на последних судна могут на ежедневной основе штатно отчаливать от берега, то воды реки Черного Дракона имеют исключительный рельеф дна, который всегда приходится учитывать, производить корректуры карт, делать замеры воды, чтобы не сесть на мель и не сорвать дежурство. Военно-морской флот нашей страны уже более трех веков охраняет национальные интересы нашей страны, и вы несете очень важную и ответственную миссию. Порой, рискуя жизнью, зачастую ставя на второй план свою личную жизнь, вы не изменяете своему долгу. И город Форпост-Благовещенск гордится вами. Отдельные слова благодарности хочу сказать за ваше участие в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. Действительно, наше подраздающее поколение, ему есть на кого равняться, то есть на вас. Идея торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру Первому. 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. Император повелел ежегодно отмечать победу богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Так, этот день стал своего рода праздником российского военного флота. Еще одну по праву великую историческую личность символически в этот день вспоминают сами виновники торжества адмирала Николая Кузнецова, который внес большой вклад в укрепление флота перед Второй мировой и Великой Отечественной войнами. Провел ряд крупных учений, лично посетил множество кораблей, решая организационные и кадровые вопросы. Стал инициатором открытия новых морских училищ и морских спецшкол. Именно по его инициативе 24 июля 1939 года ввели День военно-морского флота России. 27 июля 2014 года в результате обстрелов украинскими военными городов Донбасса погибли десятки мирных жителей, в том числе дети. В память этого события в столице Преамурия прошла акция, где благовещенцы почтили память детей жертв минутой молчания. Услышали истории ангелов Донбасса, изготовили бумажных журавлей и возложили их к стихийному мемориалу. Давайте посмотрим, как это было. Руссов Никита, 12 лет, город Донецк, Пуйбышевский район, погиб в результате обстрела со стороны украинской армии. По пути в спортшколу от разрыва украинского снаряда Никитин друга контузило, а его папу ранило. Никита же погиб на месте. Мы пришли с учителем и нашими одноклассниками, чтобы сделать журавлей в память детям, погибшим на Донбассе, и потом возложим их на стихийный мемориал. Такие акции важно проводить для того, чтобы почтить память этих детей погибших и, естественно, их родителей, чтобы родители тоже как бы немножечко подняли свой боевой дух и немножечко были, ну, как сказать, получше себя ощущали в этой ситуации тяжелой на этот момент. Шестилетняя Полина Солодкая – первая из убитых детей Донбасса. Девочка погибла в результате обстрела ВСУ возле скважины в частном секторе, куда местные жители приходили набрать воды. Трагедия произошла 8 июня 2014 года. Многие жители Донбасса помнят фотографию, на которой мужчина-врач несет Полину на руках в ближайшую больницу, даже не зная, что малышка уже мертва. Мы разделяем боль и скорбь народа Донбасса. И особенно нет слов для того, чтобы выразить горе родителям погибших детей. Сегодня мы делаем журавликов для того, чтобы возложить к мемориалу память о тех детях, которые сегодня смотрят на нас сверху. Сегодня даже погода плачет по детям в Донецке. Сегодня, 27 июля, проходит акция по всей стране «Память детей и жертв на Донбассе». Это очень трагические события. Стали жертвами невинные дети. Мы должны чтить, помнить. Это очень такой поучительный пример. И сейчас, несмотря на то, что идет дождь, очень много детей собралось почтить память. Сейчас для детей пройдут мастер-классы. Они будут делать бумажных журавликов и потом их возлагать к мемориалу. В такое тяжелое время, которое сейчас, к сожалению, настигло нас, самое главное – это помнить и чтить истории. Истории бывают разные. Мы часто вспоминаем героев СВО, но, к сожалению, у этой специальной военной операции есть жертвы, жертвы невинные, такие, как дети. И это будет, наверное, неправильно с нашей стороны, если мы не будем помнить именно об этом. Скажите детям, что деньги ветер, что самый честный не будет бедом. И только смелый он станет вечным своим об этом. Скажите детям. Проводить такие акции, я считаю, необходимо. Для того, чтобы не только наши дети об этом знали, чтобы об этом знал весь мир, что мы умеем помнить, что мы придаем этому огромное значение. Когда погибает ребенок, это самая большая трагедия не только для его родителей, родственников, но и для всего мира в целом. Благовещенску удалось перевернуть привычный шахматный мир и позволить игровым фигурам выйти за пределы клетчатой доски, чтобы устроить настоящий разрыв танцпола. Пользуясь случаем, короли, кони и ферзи в своих аристократичных облачениях загружились в периодах на грандиозном балу, поучаствовали в интеллектуальной разминке и открыли в себе творческие способности. Подробнее о шахматном беспределе расскажем прямо сейчас. Шахматным фигурам стало тесно на игровой доске, поэтому после напряженной партии они рванули на танцпол. Среди черно-белых коней, королев и пешек, восьмилетняя Татьяна Нилаева. К подготовке наряда, который девочка надела на бал, подошла с особым вниманием. Мне очень понравился ферзь, и я захотела костюм ферзя. И там по магазинам, там увидела такой, только он малый был. И потом я нашла костюм этот. Развиться в перерывах от шахматных баталий решила 57-летняя Евгения Козенко. Влечение к шахматам завладела мужчина еще в пять лет. Сейчас же не упустил возможность испытать свой накопленный опыт на международных соревнованиях. Для этого даже отпросился с работы. Ну, я посетил там площадку для мудрецов. Там три варианта ответа, три лиска было, три варианта как бы. Ну, я каждые все три прошел. Там были вопросы, из каких произведений, там, что-то с литературой, что-то с историей было связано. И все с шахматами взаимосвязано. Вот это мне просто было интересно, потому что я как бы люблю почитать что-то. Международный шахматный турнир провели не просто в игровом формате, сделали его настоящим фестивалем, который объединил участников всех возрастов и национальностей. Для них общими силами Благовещенских модельных библиотек подготовили игру в шахматный дартс, кроссфорды, викторийный мастер-класс по изготовлению книжной закладки с помощью 3D-ручки и, конечно, обмен опытом по шахматной игре. У нас турнир международный, мы проводим турнир по быстрым шахматам, принимают участие спортсмены из Китая, города Благовещенска и даже есть участник Сербии. И он на протяжении трех лет постоянно принимает участие в нашем мероприятии. Всего же в международном турнире поучаствовали почти 80 шахматистов из Благовещенска, Белогорска, Райчихенска, Тамбовского и Константиновского районов, провинции Хаунзян и Сербии. Наталья Борас, Леонид Туткин, программа «Город». В столице Преамурия состоялся благотворительный кубок по пляжному волейболу среди мужских и женских команд «Рокот Амур». Все вырученные средства спортсмены направят на выполнение заявки первого амурского полка. Занимаюсь волейболом, наверное, лет с 14, со школьного времени. Это была сельская такая школа. По приезду в город уже захотелось там подрасти, полноценно потренироваться. И, наверное, практически у всех тренеров в области, которые, ну, скажем, именитые по нашим меркам, позанимался, потренировался. Вот, почерпнул от них какую-то базу. А последние шесть лет уже сам тренирую команду и являюсь играющим тренером в ее составе на базе спортивного клуба «Макс Интер». Вот, и на данный момент мы действуем чемпионом области по классическому волейболу. В благодарительном кубке поучаствовали спортсмены из Барабиджана, Шамановска, Серышева и Прогресса. Всего 11 женских и 14 мужских команд. Мы привлекаем к патриотическому воспитанию и к патриотическому именно состоянию души, так как сейчас у нас сложная, идет специальная военная операция, и надо больше уделять и помогать, и освещать данную тематику, и помогать нашим бойцам на фронте. Показать спорт в искусстве предлагают благовещенцам. Ко дню физкультурника в областном центре запустили конкурс. Выявить тесную связь спорта и культуры предлагают юным благовещенским творцам старше 12 лет. Участников ждут 4 номинации. Изобразительное искусство, фотоискусство, декоративно-прикладное искусство и литературное творчество. Тему можно выбрать любую. День физкультурника, спорт в городе, команда, тренер и наставник, династия в спорте, спорт для всех, Россия вперед, спорт объединяет, вкус победы, спортивная семья и другие. Итоги подведут 9 августа в галерее Пушкарева. Там наградят победителей и откроют итоговую выставку работ. Заявки на участие принимаются до 4 августа. Куда их направлять, расскажем на нашем сайте tv-город.рф. Благовещенцы постарше обменяются спортивно-культурным опытом с гостями из Поднебесной. 22 амурских коллектива пенсионного возраста и две команды из Хэйхэ встретятся на седьмом танцевально-оздоровительном фестивале «Серебро Амура», организованном Ассоциацией пожилых людей при поддержке городской администрации на средства муниципального гранта. Оценить номера конкурсантов приглашают всех желающих. Танцевальные поединки жителей Двух берегов пройдут на стадионе «Спартак» 3 августа в 10.30. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что остаетесь с Городом-24. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова